Помните, что понедельник это время, когда нужно что-то начать или поменять. Пойдите в спортзал, запланируйте уже сегодня свои выходные, начните правильно питаться, ведь уже через три дня лето. Или сделайте что-то кардинальное, например, начните делать ремонт в квартире. Что делать, как, из чего и зачем нужен ремонт, нам расскажут сегодняшние гости Сергей и Ксения Плотниковы, дизайнеры домашнего интерьера. Здравствуйте! Добрый день! Ну, наверное, самым главным и первым вопросом будет, какие тенденции сейчас в сфере домашнего интерьера? Ну, прежде всего, основная тенденция – это делать интерьер как можно максимально более натуральным. То есть использовать натуральные материалы, допустим, тоже дерево. Причем из дерева можно делать не только такие панели, из дерева можно делать все, что угодно, любой формы и фактуры. Потому что она очень легко поддается тонировке, ну, в общем-то, обработке, латунные какие-то элементы. Это именно в этом году такая тенденция? Или вот ближайшие три года? Это, наверное, даже ближайшие три года, потому что мода в интерьере, она немножечко больше захватывает временной промежуток, чем, допустим, мода в одежде, да? Мода в интерьере, так же, как и мода в одежде, ходит по кругу? Они, кстати, очень-очень-очень сильно связаны. То есть то, что мы видим с вами на подиумах, буквально через полгода попадает в тенденции интерьера. То есть мы можем увидеть девушек в деревянных платьях? Нет? Нет. Имеется в виду композиция, цвет, графика. То есть вот если в этом году графичные модные вещи, то как бы эта графика переходит и в интерьер. Хорошо. Но вот можно конкретнее? То есть дерево, если дерево, то какое именно? Абсолютно, в общем-то, любое. Главное, чтобы это было само дерево, натуральное. Причем сейчас очень модно стало дерево использовать даже вплоть до того, что в ванной на полу вместо плитки. Помимо дерева еще это камень, да? Или что это? Это ракушка. Это ракушка. А, то есть как бы вот... И это тоже ракушка. Давайте посмотрим. Может блестеть? Это вот стены прям? Это да, но безусловно полностью стену таким материалом... Только часть, да? Да, безусловно. Нужен какой-то фрагмент, акцентная часть, потому что если мы большое слишком пространство таким материалом закроем, то... Опасно, да? Будет перебор. Это будет перебор. А, перебор некрасиво, слишком наляписто получится, да? Хорошо, скажите, вы муж и жена. Да. И вы начали вместе этим делом заниматься? Да, мы со студенцией вместе, учились вместе, и потом вместе решили организовать бизнес. И сколько лет уже занимаетесь вместе? Восемь. Хорошо, скажите, вот вы же муж и жена. Да. И вот вам тоже предстоит делать ремонт. И вот как вы, наверное, как и все супружеские пары, как сказать, спорите, наверное, спорите только на профессиональном уровне? Нет, нет, нет. У нас, на самом деле, с Сергеем очень хороший тандем, поэтому мы работаем вместе. Мы никогда не спорим, даже в собственном ремонте. И заказчик у нас это супружеские пары. То есть это ваша фишка, можно сказать? Да, да, да. Это наша фишка. То есть интерьер, мы как бы разрабатываем интерьер с мужской и женской стороны. Мы находим компромисс, потому что большинство заказчиков у нас попадается таких, что никогда не находят компромисс муж и жена, и мы в итоге их примеряем. А вот посоветуйте вот нашу студию. Вот как бы вы ее изменили? В какой цвет, может быть, перекрасили бы? Ну, если основываться на, допустим, цвете, который модный в этом году, там, сделают понтон, то это... Гринери. Гринери, а зеленый? Это зеленый. Да, такой травянистый, такой зеленый. Ну, смотрите, у нас вот есть тут немного зеленого цвета даже. Ну, да. Ну, вот если бы эти растения были настоящими, то... Они настоящие. Продолжаем. Потому что в этом году тенденция вот как раз использовать природные, ну, растения живые. Много. Вот сейчас как раз вот мы говорили о том, что есть понедельник, время начинает что-то новое, лето начинается, и многие начнут делать ремонт. Посоветуйте, как лучше делать? Может быть, стоит сделать сразу хороший ремонт на 10 лет, или наоборот, лучше переделывать каждые, там, два года ремонт? И вообще, какой материал лучше использовать? В общем, как профессионалы, посоветуйте нашим телезрителям? Лучше всегда начать с хорошей базы, то есть это уже делать ремонт на лет 10. А, то есть сразу, основательно? Да. Но, допустим, можно взять сдержанную палитру, и если надоест, то есть там через год, через два поменять текстиль, шторы, подушки, переставить мебель. Но база, то есть отделка, то есть это пол, напольные покрытия, стены должны быть качественные так, чтобы, ну, это послужило достаточным промежуток. Ну, а именно какой материал вот сейчас использовать? Может быть, есть какие-то старые вещи, которые можно обновить, чтобы не выбрасывать? Как вот сэкономить, может быть, можно? Ну, безусловно, обновить старые вещи, если старая вещь какая-то интересная, она представляет собой какую-то форму, ценность, да, безусловно, ее нужно реставрировать, ни в коем случае не выкидывать. И найти ей место в будущем интерьере. Ну, а по материалам я бы еще хотел добавить, опять же, мы больше в последнее время предпочитаем именно по материалам окрашивания, потому что это намного... Это удобно. Удобно, экономично достаточно и практично, да. Вот чувствуется, что вы работаете в паре. Ну, и еще, наверное, один совет, самый важный. Вот вы, как супружеская пара, посоветуйте всем супружеским парам, вот как правильно выбирать и при этом не спорить. Вот, ну, наверняка, постоянно, чаще всего, по крайней мере, уступают мужчины, да? Конечно. Им приходится, им приходится уступать. Ну, и вот какой-то совет, чтобы вот все-таки пошли на компромисс. Как вот поступать с супружеским паром? Просто мужчина дает деньги женщине, а она идет покупать. Вот и все, закон жизни. Ну, я добавлю еще то, что помещение, оно же всегда разделено на зоны, и тот, кто находится больше в какой-то зоне, например, чаще всего нет, мужчины тоже готовят и прекрасно готовят. Но в основном готовят женщины, поэтому все-таки кухню должна выбирать женщина. Хорошо, спасибо вам большое. Это и другие интервью вы можете посмотреть на нашем сайте kuban24.tv. Ну, а мы совсем скоро к вам вернемся и продолжим заряжать хорошим настроением. Не переключайтесь. Продолжение следует...